Сначала создадим собственный фон, а далее будем работать уже с текстом. Переходим в файл, создать, либо Ctrl-N на клавиатуре. Шарина 600 пикселей, высота 450, цвета RGB, содержимое белый. ОК. Далее в панели инструментов выбираем инструмент Gradient. Сверху выберем зеркальный градиент. И нажимаем по цвету, чтобы уже установить наш цвет. Установим от черного к синему и от синего обратно к черному. Черный у нас уже стоит. Нажимаем по центру, добавляется точка, нажимаем на нее два раза и установим уже синий цвет. 0, 3, 4, 7, 6 я использую. ОК. Нажимаем на последнюю третью точку, устанавливаем черный цвет. 6 нулей. ОК. И далее с зажатой кнопкой Shift и левой кнопкой мыши нарисуем прямую. Все, фон мы создали. Дальше переходим уже к инструменту текст. Вы можете использовать любой шрифт, размер и другие настройки. И вводим уже сам текст. ОК. Разместим его по центру. Далее идем в его настройки, параметры наложения. Выбираем обводка. Размер 1 пиксель. Положение снаружи. Режим наложения нормальный. Непрозрачность 100%. Цвет можно использовать черный. Либо темно-серый. 2, 3, 2, 3, 2, 3 я использую. ОК. ОК еще раз. И далее создаем новый слой. Убдитесь, чтобы у вас был белый и черный цвет. Дальше переходим в фильтр. Рендеринг. И выбираем облака. У нас создались облака из двух цветов. Как раз таки белого и черного. Далее на клавиатуре зажимаем Alt. И курсор. Ставим между слоем 1 с облаками и слоем с текстом. Дальше нажимаем левую кнопку мыши. И теперь эффект с верхнего слоя применяется только к слою с текстом. На клавиатуре можно нажать Ctrl F. Посмотреть различные виды облаков. Дальше зажимаем кнопку Shift и обводим слой с текстом, чтобы у нас оказалось обведенными два слоя. Далее на клавиатуре Ctrl E. Слои объединились. И переходим в фильтр. Пластика. Ctrl Plus, чтобы увеличить изображение. Также можно воспользоваться инструментом масштаб. И с помощью инструмента деформация деформируем наш текст, чтобы не осталось прямых линий и углов. Произвольно деформируем текст. И нажимаем ОК. Далее продублируем наш слой с текстом. Пока можно выключить его. Опускаемся снова на слой 1. И идем уже в фильтр. Имитация. И убираем целлофановая упаковка. Значение установим. Подсветка 15. Детализация 10. Смягчение 10. ОК. Далее немного размоем этот текст. Переходим в фильтр. Размытие. И размытие по гауссу. Радиус установим 1 пиксель. ОК. И далее поменяем цвет у текста. Идем в изображение. Коррекция. И выбираем цветовой тон насыщенность, либо Ctrl U на клавиатуре. Ставим галочку тонирования. Выбираем цвет. Который больше нам подойдет. ОК. И далее. Включаем верхний слой. Переходим на него. Идем в фильтр. Экскиз. И внизу убираем хром. Детализация 5. Смягчение 10. ОК. Выбираем режим наложения. Мягкий свет. Можно уменьшить немного непрозрачность. До 70%. После чего Ctrl E. Объединяем наши слои. Теперь снова дублируем. Ctrl J. Дальше переходим. Редактирование. Свободное трансформирование, либо Ctrl T на клавиатуре. И опускаем уже вниз. Буквы. Нажимаем Enter. Можно немножко поднять их. И создадим к этому слою маску добавим. Далее выбираем инструмент кисть. Жесткость 0%. Цвет черный. И уже закрашиваем нижнюю часть букв. А непрозрачность установим 30%. После чего слои можно объединить. И переходим. Изображение. Коррекция. Уровни. Можно сделать немножко потемнее, понасыщеннее уже буквы. ОК. И на этом уже наш эффект готов.